Итак, видите, разум, он устанавливает правила и делает человека счастливым. Благостная жизнь означает разумная жизнь, основанная на чувстве долга. Веды говорят, настоящая любовь – это не влюбленность. Влюбленность – это когда ты на чувствах. Вот где бы мне найти такого человека, чтобы я его всегда чувствовала счастье от с ним? Это влюбленность, позиция чувств, неправильная платформа в жизни. Когда человек мечтает о такой любви, то он никогда не получит счастья в жизни. Второй вариант – где бы найти силы, чтобы так себя вести, чтобы у меня были хорошие отношения с мужем? Это платформа разума, и она дает счастье потом в жизни. Человек побеждает судьбу. Понимаете? То есть есть платформа умственная, есть чувственная платформа, есть телесная платформа. Телесная платформа – это вообще прикол. Пришли на дискотеку, потанцевали вместе. Молодший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. И понеслась. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. И пошло, да? То есть потанцевали, потом понятно, что произошло, да? Неожиданно так в жизни. Женщина говорит – неожиданно так получилось. Чуть неожиданно. Все понятно. Потанцевали, и потом все понятно, что получилось. Вот. И все. И как потом это называется? Мать-одноночка. Не одиночка, а одноночка. Почему? Потому что телесная платформа – это самая невыгодная платформа. Понимаете? Телесная платформа означает просто страсть. И все. Невыгодная платформа, потому что люди просто понаслаждались и разошлись. Как сейчас говорят молодежь, секс – это еще не повод для знакомства. То есть это означает телесная платформа, понимаете? Платформа страсти. То есть тело, оно, когда психика, смотрите, когда душа действует на уровне разума, то для нее очень ценно жить по правилам. По правилам честности, любви, законов. Это называется благостная жизнь. Когда душа свое сознание пускает в ум, то тогда человек живет, эмоциональную жизнь ведет. То есть он, правило зависит от того, хорошо мне или нет. Если мне плохо, я ухожу. Если мне хорошо, я остаюсь. Как у меня была консультация недавно на Эрведа радио. И женщина рассказала, что у меня ребенок, как бы мы с мужем жили, и он в какой-то момент взял, ушел от меня неожиданно и сказал, мне с тобой уже не так хорошо, как раньше. Хочу – хорошо. И до свидания. Это означает жить на платформе чувств. Вот мне хочется любви. То есть я хочу, чтобы у меня такая любовь была. Вот чтобы вот прям вот. Прощай. Я хочу тебе счастья и мне счастья хочу. Так как я тебя так не люблю, как раньше, поэтому прощай. Счастья же у нас нет теперь. А я другого человека найду, его смогу осчастливить. А ты другого найдешь. Мы предназначены для других. Прощай. Прощай со всех вокзалов, поезда, уходят в дальние края. Все. И при этом с такой улыбкой, с ощущением счастья, все. Мы расстаемся навсегда, под белым небом января. Приехали, да? Это концепция просто. Не думайте, что это происходит. Потому что у человека что-то там не так. Это происходит из-за понимания жизни. Видите? То есть оказывается есть глубокие вещи, внутренняя жизнь. И она дает осечку вот потом в какой-то момент. Я хотел вот счастья такого, чтобы мне всегда хорошо с человеком было. Так как всегда хорошо не бывает. Поэтому в этом заложено уже заранее. Что ты останешься одна или один. Уйдешь от близкого человека. Или доведешь его до белой ручки, чтобы он ушел. Такой тоже вариант бывает. Лекция наслушался доктора Працанова, допустим. Думаешь, а уходить нельзя. Ну ладно, пускай сам уходит. И... Все, ушел. Я не уходила. Карма хорошая. Сам ушел. Смотрите. Когда сознание проникает в тело и в теле в основном. Смотрите, сознание в разуме. Человек счастье испытывает от честной жизни. Ему честная жизнь нужна. Ему, ну как бы он понимает, что иногда честная жизнь трудная, иногда легкая. Ему нужна честная жизнь, благостная жизнь. Означает, сознание идет в разум в основном. Сознание идет в ум. Страстная жизнь, основанная на чувствах счастья. На чувстве счастья. Мне хорошо? Значит вместе. Мне нехорошо? До свидания. Страсть. Теперь, невежество. Когда сознание очень много идет в тело, тогда человека обуревает просто сильное чувство. И у него просто крыша съезжает. То есть бывает такое, что человек даже не то, что ему хорошо или плохо, а просто он увидел кого-то, и у него крыша съехала, и он пошел просто как кобелина. Пошел за девушкой. Он не может остановиться. Идет за ней. Почему? Потому что от нее исходит чувство, и у него повело, его повело. Он хочет секса с ней, и поэтому за ней идет. Телесная жизнь получается. Телесная концепция жизни. Просто хочется секса с этим человеком, и все. То есть, смотрите, семейная жизнь для меня означает, как это спрашивают иногда на консультации такие, очень ученые люди спрашивают, говорят, у вас как личная жизнь нормально складывается сколько раз в неделю? Личная жизнь складывается сколько раз в неделю? Это означает телесный концепция, телесное представление жизни. То есть, сознание пропитывает тело полностью, и человек не понимает, что личная жизнь это духовная жизнь. Это не жизнь сколько раз в неделю, и даже не жизнь хорошо или плохо тебе с этим человеком, а это совсем другое. Это означает, веришь ты или не веришь этому человеку. Понимаете? Есть разные платформы, на которых мы строим личную жизнь. И эти платформы, в зависимости от этих платформ, будет такая жизнь. Например, вот как я уже пою каждый раз на этих семинарах эту песню, она мне очень нравится. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасает». Понимаете? То есть, человек в окопе сидит, а там у него жена с ребенком, у детской коляски не спит. И у детской кроватки тайком слезу проливает, да? А он как бы в окопе, темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Понимаете? Очень реальная картина. Так? И это означает настоящие отношения. Вот такие отношения должны быть между людьми. Понимаете? Но они основаны на других вещах уже. И если человек, допустим, изменяет своей жене, он уже не может такие песни петь. Потому что такие песни поются, когда отношения на духовной платформе строятся. Но такие отношения невозможны, если нет внутренней жизни. Внутренняя жизнь означает жизнь с Богом. Потому что человек не может с телесериалом жить внутренней жизнью. Мы должны откуда-то получать счастье внутреннее. Понимаете? Некоторые люди живут телесериалами. Некоторые люди живут детективами. Некоторые люди живут с футболом, хоккеем. Некоторые люди живут пивной компанией. Некоторые люди живут сексом. Некоторые люди живут строящимся домом. Некоторые люди живут ребеночком своим. Но это не внутренняя жизнь. Это внешняя жизнь. Потому что если это тут, ага, тебе устроил Кузькину маму, ты тоже ему устроишь. Внутренняя жизнь на этом заканчивается с ребенком. Я его так люблю из парола. От парола. Такое слово русское есть характерное. Когда ребенка сильно бьют по заднице. Это не означает сильная любовь. Это означает сильное желание наслаждаться этим ребенком. И когда он тебя не наслаждает, возникает гнев от этого. Это не любовь. И не внутренняя жизнь. Это просто желание наслаждаться телом. Точно так же, как желание наслаждаться телом мужа. Так же, как и наслаждаться телом ребенка. То же самое. Разницы нет. Не значит, что с ребенком нет внутренней жизни. Она есть. Но надо разобраться, что это значит. Иначе счастья не будет в жизни. Потому что есть телесная платформа счастья. Есть платформа умственная. Есть платформа разумная. Разумного подхода к жизни. И мы сейчас пытаемся с вами изучать разумный подход. Вот этот вот. Как строить разумные отношения в жизни с близким человеком. И для этого мы должны теперь отойти. То есть мы немножко скажем о разуме. Разум это психическая структура, которая очень сильно устремлена к трех вещам. Вечностью, знанием и счастьем. То есть к трех вещам она устремлена. В этих трех вещах очень сильно нуждается ум. Ум нуждается в устойчивости, чтобы стабильная жизнь была. Чтобы у меня была квартира. Для женщины стабильная жизнь это квартира. Для мужчины это работа. Чаще всего. Иногда бывает наоборот. То есть нам нужна стабильность жизни. Чтобы нормально каждый день было покушать. Зарплата. Мы не можем без стабильности жить. Нам плохо жить становится. И мы заставляем разум искать этой стабильности. Это ум. В уме это вот страдание происходит. Дальше человек стремится к счастью. Вечности сначала стремится. Потом он стремится к счастью. Мы не можем жить без счастья. Нам нужно счастье. И ум стремится к знанию. Потому что без знания нет ни вечности, ни счастья. Человек хочет узнать. Желаем знать, что будет. Да? Устроены так люди. Ну то есть мы хотим знать. Каждый человек хочет знать. И так разум стремится к этим трем вещам. К знанию вечности и счастью. И он кормит ум этими тремя вещами. Смотрите, интересно, как разум бывает устремлен. Первый вариант. Ум требует от разума счастья. И разум бежит туда, куда хочет ум. Допустим, человек идет по улице. Видит мороженое. Говорит. Мороженого. Побежал мороженое купил, поел. Потом идет пирожное. Пироженого. И туда побежал, там поел. Понимаете? И так это означает жить на позиции ума. С позиции ума воспринимать мир. Второй вариант. Человек живет в соответствии с знанием. Он, допустим, идет и видит мороженое. Смотрит на часы. Уже поздно есть мороженое. И думает. Нет, я мороженое не буду есть, потому что у меня горло заболеет. Все. Это уже другая платформа. Платформа разума. Человек на платформе разума, он живет в соответствии с правилами какими-то в жизни. Человек на платформе ума просто спонтанно живет. Чего хочется, то и делает. Есть еще платформа чувственная, телесная. Это когда человек, ему вообще наплевать. Он не хочет вообще ничего знать. Он живет как хочет вообще. Он живет без всяких правил. Как бой без правил есть, так и жизнь бывает без правил тоже. Превращается в бой без правил. Хочу, изменяю, хочу, нет. Все зависит от того, чего я захочу. Разум стремится к знанию прежде всего, а также из этого вытекает счастье и вечность. Он стремится к этим трем вещам. С помощью знания он достигает всех этих вещей. Поэтому знание это основа существования, согласно верным. Человек должен понять, как жить правильно. В этом смысл человеческой жизни. И он должен интересоваться этим. Потому что если он искренне не хочет узнать, как жить правильно, тогда он не сможет жить правильно. Потому что разум человека открывается в искреннем желании поменять свою жизнь. То есть разум включается в этом искреннем желании поменять. Разум соткан из устремленности к счастью. Счастье это духовная энергия, может быть грубой материальной энергии. Допустим, дом, хочу построить дом. Это тоже счастье, так? Разум устремлен к дому. Он может быть устремлен к тонкой материи. То есть он хочет... Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы остались, но осталась наша музыка. Ну то есть тонкая материя, да? То есть ему все равно там расстались, мы не расстались. Главное, чтобы музыка осталась, то есть тонкая энергия. То есть он счастлив тонкой энергии, счастлив на тонком плане. И есть духовное счастье, выше еще стоит. Духовное счастье это когда человек не расстается ни с кем. Он велен всегда. Он честно живет. То есть ему не музыка уже нужна, а нужны люди. Души нужны, которые вокруг находятся. Он относится как к душе, к человеку, не как к тому, кто дает мне музыку или не дает. Если нет у тебя музыки, пошел гон, мы расстались, но музыка у меня все равно останется. Вот. То есть это чувственная платформа. А, ну то есть платформа... Тонкая платформа. Грубая платформа секс. Тонкая платформа это счастье. Вот это внутреннее, которое человек к чему стремится. И душевная платформа это когда человек не хочет никого предавать. В этом он счастье испытывает. По-любому разум стремится или к грубым вещам. Там дом, секс, деньги. Деньги это тонкая, кстати, энергия. Дом, секс, еда, сон. Грубые такие вещи совсем. Приземленный человек. Дальше человек стремится к славе, успеху, деньгам. Тонкая устремленность. Или человек стремится выполнить свой долг в жизни. Сделать всех счастливыми. И так далее. Заботиться обо всех. Это духовная платформа. Разум может стремиться и туда, и туда, и туда. Тот же самый разум. Но когда человек, разум стремится к духовному, он независим от ума. Потому что когда разум стремится к духовному, то разум впадает в зависимость от божественного. Человек ведет божественную жизнь. Он становится благостным. Когда разум стремится к тонкому счастью, то он становится страстным, потому что он подчинен желаниям ума. Тонкая энергия означает умственное, прежде всего. Разум может действовать там, и там, и там. На тонком плане человек стремится к личному счастью. Он говорит, не главное, что у него хорошо было в жизни, все остальное не имеет значения. И когда в этом случае человек не деградирует, как невежественный человек, его жизнь становится все тяжелее и тяжелее. Потому что по факту есть только две дороги. Или вверх, то есть духовная, или вниз материальная. Все. Или ты скатываешься на платформу грубых чувств, или ты возвышаешься. Жизнь страсти — это самообман. Человек ищет чего-то, а этого всего нет. Нет просто счастья в этом мире. Сдал экзамен — пошел вверх. Не сдал — пошел вниз. Есть только вверх и вниз. Есть экзамен — сдал экзамен — стал счастливым. Не сдал — стал несчастным. Жизнь человека — это экзамен. Жизнь человека не для счастья предназначена, а для того, чтобы сдать свой экзамен. Мы думаем, я живу для счастья. Так нет. Мы не для счастья живем на этой земле. Если бы мы для счастья жили, мы бы здесь так в муках не умирали, страшно не болели, войн бы не было, не было бы такого жуткого рождения, когда ребенок рождается, он забывает про все, что дальше до этого помнил. И это описывает на 707-м месяце как бы вынашивание. Ребенок помнит оста своих прошлых жизней. В результате жуткого вот этого состояния, которое он испытывает во время рождения, он все забывает. Шок происходит. В этом шоке он забывает все, что помнил. У него глаза мудрые остаются, но он не знает ничего уже, все он забыл. Мудрость остается внутренняя, но памяти нет. Память — это тоже свойство разума. А память священна. Понимаете, память — это функция разума очень важная и ценная. Мы забываем. Ты забыла все, что было. Понимаете? Мы забываем, поэтому ведем себя по-другому уже в жизни. Из-за того, что мы забываем. Надо учиться помнить. Память вспоминается во время внутренней жизни опять. Внутренней жизни глубокую память о человеке вытаскивает наружу. Веды говорят, что человек должен помнить близкого человека таким, каким он встретил его в первый раз. И каждый день во время молитвы эта память должна выходить наружу. Само собой, должно всплывать. Должен чувствовать людей очень чисто. Чисто и честно относиться к людям. Самое лучшее — в них видеть, а плохое не замечать. Стараться. Эта память дает правильное отношение устанавливать с людьми. Следующая функция разума — это целеустремленность. Человек стремится к тому, что он поставил цель в своей жизни. Цель — это самое главное, что существует в нашей жизни. Без нее жить невозможно. Если человек вообще не ставит цели, он просто деградирует. Дальше. Вера. Вера бывает только в цели. Человек не может просто верить. Я верую. Если ты веруешь, значит, иди туда, куда ты веруешь. Если туда не идешь, ты говоришь, я просто верую, но туда не иду. А иду в другое место куда-то по жизни. Это значит, что ты не веруешь. То есть, ты обманул себя просто. Если ты веруешь, иди туда. Ты, допустим, веришь в Бога, иди к Богу, молись каждый день Ему. Веди — значит делать. Веды говорят, разум состоит из действия. Он не состоит из теории. Теория находится в уме. В разуме находятся поступки. Веды говорят, через разум передаются поступки. Допустим, человек говорит о чем-то. Если он сам так делает, те, кто его слушает, тоже начинают так делать. Это очень тонкая вещь. Она незаметна глазами. Но приходит время, и человек начинает делать так же, как он услышал. Поэтому ведическое знание, что оно утверждает? Оно утверждает, что через слушание происходят самые коренные изменения в сердцах людей. Самый сильный метод изменения судьбы — это говорить об высших вещах и слушать на эту же тему. Это самый надежный способ изменить свою жизнь. Серьезная беседа — это самый мощный способ изменить. Искренняя беседа. Итак, разум соткан из целеустремленности, из веры, из знания. Он стремится к этому знанию. Он соткан из памяти. Разум способен менять жизнь. Он создает привычки вредные, если не туда стремится, и убирает эти привычки, если стремится туда, куда надо. Разум поступает всегда, совершает поступки. Допустим, встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Это мысль разума. Разум встает пораньше и ложится пораньше. А ум спит подольше и попозже ложится. Ум объедается. Ум ругается. Не хочет никого слушать. А разум хочет победить себя, хочет ложиться вовремя, хочет не ругаться, хочет прощать, хочет просить прощения. И разум хочет победить свою судьбу таким образом. А ум идет на поводу у судьбы. Понятно разницу? Чувствуете теперь? Теперь тему мы эту разобрали. Следующая тема такая. Душа. Душа имеет сознание. У души есть энергетический аспект, аспект энергии. Энергия души это сознание. Что такое сознание? Вот я сейчас говорю и вы слушаете меня. Вы слушаете мое сознание. Потому что если, допустим, я вас буду обманывать, вы это почувствуете и тоже будете слушать. Но уже не так. То есть это означает, что сознание, оно передается от одного человека к другому, поэтому ничего не скроешь. Все наружу находится. И сознание человека должно быть привязано к самому высокому в жизни. Чем выше привязанность сознания, тем правильнее жизнь протекает. Потому что душа сама по себе, она имеет свое строение. То есть она состоит из вечности. То есть кроме сознания у души есть еще духовное тело. Духовное тело не живет в этом мире. Спит. В этом теле мы живем с помощью тонкого тела и грубого тела. Духовное тело живет только в атмосфере полного, непрерывного, самозабвенного служения истине. Истина означает энергию любви, означает чистая любовь. Чистому, когда душа живет, когда человек служит, он служит неперерывно, как бы забыл про себя, желает счастья, заботится, забыл про себя. То душа проснулась в это время, она живет. Когда мы вспоминаем о себе, душа засыпает. Тонкое духовное тело человека спит в это время. Поэтому по факту большинство людей живут как во сне, потому что они все время живут для себя. Настоящая жизнь, то есть какая настоящая означает глубокая, в ней много веры, силы, любви, чистоты. Настоящая жизнь просыпается, когда человек начинает пытаться жить не для себя. А это очень сложно в этом мире. Потому что в этом мире все соткано из эгоизма. Все абсолютно. Даже деревья, они тоже эгоистичные. Птицы эгоистичные. Все вокруг соткано из эгоизма. Все хочет жить для себя, надо победить это все. Восстать против этого. Душа должна в духовную платформу встать. Жить по-духовному, а не по-материалу. Итак, у души есть три энергии. Энергия вечности всегда, душа всегда привлекается энергией вечности. Душа всегда хочет вечно жить. А вот энергия знания и счастья, она привлекает душу в зависимости от задач, которые она перед собой ставит в жизни. И если душа хочет счастья или любви, тогда в этом случае она получает тонкое тело, которое имеет женскую природу. То есть, смотрите, женщиной, девочкой душа родиться или мальчиком, это на самом деле определяется до зачатия. Душа, находясь в тонком теле, уже устремлена, допустим, к счастью в этой жизни. Она хочет любви. И поэтому она рождается девочкой. Но начинается уже девочкой, потому что она хочет счастья. А вот эти там хромосомы, они подстраиваются уже под это сами. То есть, это уже потом технический момент такой. Который уже создан, тонкое тело уже получает, тонкое тело уже по факту настроено на женскую природу. Тонкое тело может быть на мужскую природу настроено, потом оно может перестроиться и настроиться на женскую природу. В результате человек вырастает женщиной. Вот эта вот пословица, что курица не птица, а женщина не человек, это неправильная пословица. Потому что именно человек, тот же самый, который как бы сейчас мужчина, он в следующей жизни может родиться женщиной, тоже человек. Женщина тоже человек, только по-женски. Я сам себе объясняю просто. Потому что я мужчина, и мне сложно это понять до конца. Ну, как бы женщина загадка для мужчин. Поэтому женщина соткана из любви, ее цель – любовь, цель рождения – любовь. И поэтому все тело, оно приобретает мягкие черты, нежные, то есть ручки тоненькие, как бы личка более тонкие черты имеет. И женщина смотрит на себя, а в зеркало она думает «Господи, какая я красивая! Этот скотина не понимает!» Так, иногда такие мысли возникают у женщины, она смотрит на себя, думает «Так, как красиво досталась такому придурку!» Вообще удивительно. Ну, то есть, так иногда вот мысли такие приходят в ум, когда смотришь в зеркало, да, на себя. То есть, женщина соткана из энергии красоты. Кто-то возражает? Нет? Никто не возражает. Хорошо. Перейдем к мужчине тогда. То есть, у нас осталась энергия знания, так? Энергия вечности, все как бы хотят вечности, женщины хотят любви или счастья, мужчины хотят знания, они хотят разобраться во всем, понять, как жить. И интересно, так устроено развитие человека, что женщина, когда она девочка, маленькая девочка, она хочет научиться любить, как мама, но она еще не может. И она к этому сильно стремится. То есть, девочка, она смотрит, как вот взрослый любит, и она так хочет тоже так жить. Она играется в куклы, то есть, она хочет любить ребенка, она играет в отношения, она хочет любить мужа, там, допустим, она играет в это все, в любовь, она имитирует, она к этому стремится, но у нее еще нет этого всего. Но у нее, допустим, есть знания. У девочки маленькой есть знания, она все знает. Ее о чем не спроси, она все знает. Вот этот дядя такой, этот дядя, эта тетя такая, мама, я все знаю. Ну, то есть, она все знает. Она жизнь уже знает, девочка, маленькая. Но что у нее сердце, как бы, знание уже наполнено, ей не надо к этому стремиться. Поэтому вот этого вот импульса к знанию у женщины нет. Она, ей легко учиться, женщине, она все усваивает, материал быстро. Все, вот как говорит учитель, так она запоминает все. Она усваивает материал, девочкам легко учиться, легче, чем мальчикам. Вот. И у них это к импульсу, к знанию нет. Но им очень трудно достижима вот эта тема любви. Она хочет любви, и не хватает любви в жизни. Девушки не хватает любви. И она очень нуждается в ней, в этой любви. А мальчики, они, как бы, они энергию любви в себе имеют внутри, с рождения. Они имеют эту энергию. Они очень любчивые. Мальчики, маленький мальчик, он очень любчивый. Он быстро влюбляется. Но у него нет знания. Он ничего не знает вообще. Допустим, ему 5 лет. Его спрашивают, ты кушать хочешь? Может, не хочешь? А что хочешь? Гуляет. Ну, то есть, он ничего не знает. Девочка 5 лет все знает. Она все видит, все понимает, все знает. Мальчик 5 лет ничего не знает. Но он хочет знать. Ему хочется разобраться. И этот импульс к знанию, он постоянно движет им. И постепенно, смотрите, приходит время. Мужчины знают больше, чем женщины. Женщинам кажется, что они знают больше. Поэтому они мужчин не слушают. Но мужчины на самом деле знают больше. Почему женщинам кажется, что они знают больше? Потому что у них очень чувствительное сердце. И они все видят вокруг. Они чувствуют вокруг все. Но знание означает знание о себе прежде всего. Ведас интересную такую доктрину утверждает. Что воистину знает тот, кто знает о себе. А тот, кто знает о других, воистину не знает. Так вот, проблема у женщин в чем заключается в том, что они очень хорошо знают о других. Но им очень трудно заметить недостатки в себе. И поэтому мужчины знают больше, потому что они знают недостатки в себе. Они, конечно, тоже стараются в других увидеть недостатки. Это общая проблема. Ну, допустим, вы заметили, когда в споре, допустим, мужчина, женщина начинают спорить, то всегда побеждает женщина. Почему? Потому что мужчина только открывает рот, а она ему уже все говорит о нем, все его недостатки. А он еще не успел понять ее недостатки. Поэтому говорить нечего. Потому что он об этом не задумывался. Он же видел, как бы, в ней самое лучшее. Он, как бы, ее любит. За что, женщину? За красоту. Красота – это самое лучшее. Так? И он, поэтому, не видит в ней недостатка. Он думает, ты у меня божественная. Женщина видит. Она говорит, а ты у меня не божественный. Так? Но интересно знать, что у женщины есть то, чего нет у мужчины. У ней есть правильный ответ в сердце. У женщины сердце находится снаружи, а у мужчины глубоко. Он не чувствует ситуацию так, как у женщины. У женщины есть правильный ответ. То есть разум у женщины тоже сильный. Но он работает в сторону правильного ответа. Не в сторону достижения чего-то. В сторону правильного ответа. В целом, веды считают таким образом, что женщина легко ориентируется в той сфере жизни, которая уже имеет правила игры. То есть, женщине легко ориентироваться там, где все понятно. А мужчине? Мужчина имеет возможность ориентироваться там, где ничего не понятно. Почему? Потому что он всю жизнь так живет. Ему с самого начала ничего не понятно, что происходит. И он поэтому в такой системе и живет все время. И он как привык так жить. А женщине все понятно с самого начала, понимаете? И поэтому ей там страшно, где непонятно. И она там не хочет жить. Поэтому с точки зрения разума, женщина должна довериться мужу вопроса, когда ничего не понятно. И в этом заключается только преимущество мужчины. Но преимущество женщины в той сфере, где все понятно, оно бесспорно. Поэтому мужчина подчиняется женщине там, где все понятно. А женщина подчиняется мужчине там, где ничего не понятно. Понимаете, да, идеи? Ну, допустим, муж пришел с работы, все понятно. Иди кушать там, раздевайся, мойся, иди кушать, садись за стол, руки помой. Все понятно. Здесь мужчина подчиняется, потому что все понятно. Там нечего фантазировать. А вот как дальше будем жить, тогда, извините, уже надо мужчину должен думать. Понимаете, там ничего не понятно. Ну, ладно, это так, немножко мы как бы с вами вошли уже. Вот смотри, на основании тонкого тела мы взяли вот этот постулат, что есть энергия счастья, есть энергия знания, так? По-разному устроена психика полностью, мужчина и женщина. Женщина – это НЛО для мужчины. А мужчина – это НЛО для женщины. Неопознанный летающий объект. Иногда не летающий, но не опознанный. Сначала семейная жизнь не летающий, семейный. А потом становится иногда летающим. Разбор полетов надо устраивать. Ну, ладно, давайте будем дальше двигаться. И немножко вот у нас мы сегодня, вот у нас такая тема. Это разница между мужчиной и женщиной. Мы должны сейчас эту разницу с вами изучить серьезно, потому что потом надо будет уже дальше двигаться. Серьезные вещи уже об отношениях говорит. Первая разница заключается в том, что женщина, она, так как она стремится к энергии любви, а энергия любви по своей природе, она очень чувствительна, тонка и зыбка. Ну, то есть энергия любви, энергия счастья, она имеет очень зыбкую природу. И поэтому женщина, она имеет очень ранимое сердце, она очень чуткая, она чувствует все очень чувствительное, она воспринимает мир несколько с позиции страха. Почему? Потому что он ранит ее часто, женское сердце очень чувствительное. Поэтому женщина иногда боится взгляда грубого, она боится грубого слова, она старается опасаться неправильных отношений. То есть она имеет вот такую природу, психика у нее очень подвижна по природе, очень подвижна. И эта подвижность как раз связана с тем, что она ищет гармонию. То есть женщина ищет гармонию для себя в жизни. Допустим, она на работу пришла, подстраивается под настроение, которое там существует. Она одевается так, как все надо одеваться, чтобы никто ее не ранил, не задел. Она ведет себя так, как надо в обществе женщины. Ей, допустим, неудобно ходить так, как никто не ходит. И надо ходить так же, как в обществе принято. Ну, то есть это означает стремление к гармонии, к любви. У нее от природы заложена приятная речь у женщины, деликатность в обращении, способность почувствовать человека заложенную, подстроиться под его настроение. А также, если он нагреет, способность подковырнуть его там, где слабо, тоже заложена у женщины от природы. Она знает, где, как бы, у мужа слабое место. И она именно в такой интонации, чтобы его вывести из себя, может ему сказать слова какие-то. И он... Вот это вот, то есть, у нее очень тонкое восприятие. Она знает, ну, как бы, тонкие, слабые места. Женщина от природы... От природы... Это все от природы заложено. То есть, этим не надо хвалиться. Допустим, женщина говорит мужу, ну, ты чего такой неаккуратный? Если ты хочешь аккуратного, выходи замуж за женщину. Будет аккуратный у тебя, реально? Потому что мужчина от природы, он неаккуратный. То есть, он может быть аккуратным, воспитать себе это качество, но природа у мужчин другая, понимаете? То есть, аккуратность, это женская природа. Женщине дано от природы это. Дальше. Женщине дано от природы возможность чувствовать тонкий план. Женщина с сердцем воспринимает мир, и она эмоциями воспринимает все. Допустим, у меня жена слушает лекцию, она говорит, хорошая лекция. Я говорю, о чем лекция? Неважно, хорошая. Эмоциями воспринимает. А мужчина, он воспринимает мир с помощью знаний. Он говорит, да, лекция хорошая, потому что там говорился о таких вещах. Это очень важно, об этом знать. Вот. А женщина говорит, да, это важно, но вот это ты неправильно сказал. А что именно неправильно в этом, я сказал? Что неправильно? Неважно, но это неправильно. И потом, как по факту, оказывается действительно неправильно, но почему неправильно, она не может сказать. Она знает, что это неправильно все. Но женщина воспринимает мир сердцем. Она может, конечно, по-своему объяснить, но не всегда это объяснение в тему. Но как бы, но она знает, что неправильно. Поэтому женщине очень трудно общаться с мужем, она знает, что он неправильно. А объяснить не может. Он, так как мужчина, объясняет лучше, у него знание, энергия развита, знание лучше, он начинает ей как бы с точки зрения банальной эрудиции, то есть начинает ее разводить на логике, то есть начинает ей как бы втулить что-то, объяснять. Она его слушает внимательно и говорит, все равно неправильно. Ну то есть, как бы, ее логика это неинтересно, потому что она сердцем живет, женщина, она сердцем живет. Ее логика вообще неинтересна. И поэтому с женщиной надо общаться на ее языке, на языке сердца. Допустим, ее как спрашивать после лекции, она говорит, лекция понравилась? Да. И мне понравилась. А дальше тему не надо развивать. Допустим, женщине можно сказать, мы будем теперь так жить? Да. А дальше не надо развивать тему, потому что как так жить, она уже сама потом решит. она, допустим, не сможет рано встать, допустим, утром. И так как она, как бы, она почувствительна по природе, ей очень трудно, как бы, сознаться себе в том, что вот, ну, трудно, как бы, принять, что я плохая, что я рано не встаю. Она скажет, мы будем так жить, но вставать будем не рано. Ну, так будем жить, как сказал Олег Геннадьевич, но вставать рано не будем. Понимаете? Ну, то есть, как бы, вот так вот. Но мужчине это нелогично. Он говорит, ну, как я это вот сказал, вот так, значит, надо рано вставать. Нелогично, как бы, понимаете? То есть, идея в чем заключается, что я хочу до вас донести, что природа у мужчины и женщины абсолютно разная, противоположная. И, соответственно, черты характера тоже противоположные. ответственность у женщины, женщина ответственная, допустим, там она работу делает, как надо, там все выполняет, как надо. Ответственная такая женщина в жизни. Зарплату хорошую получает. Это хорошая черта характера для женщины или нет? Вед говорит, нет. Женщина должна быть ответственной в женском. То есть, дома прибраться, приготовить все. Видите, женщины сразу напряглись. Али Геннадьевич, ну, вот всегда, то, что касается тебя, это всегда трудно. Понимаете? Вот точно так же мужчине трудно на работе быть ответственным. Допустим, является ли правильно развитый мужчина, который как бы дома все приготовит, там берет, помоет, все классно, как бы на работу идти не хочет? Правильно это для мужчины или нет? Нет. Так же для женщины, наоборот. Если она как бы круто работает, все там в обществе, у нее все схвачено, дома она теплое, ласковое слово сказать не может. Она считается неправильно развитой. Это плохая черта характера. Теперь смотрите, интересно знать, что вот это вот у женщины устремленность к тому, чтобы на работе все было хорошо, а дома как бы менять сил нет. Это то же самое, что у мужчины. Дома все будет хорошо, а на работе у меня сил нет. Это то же самое, это одно и то же. Вот понять это, ну, понять чувствами невозможно. Это надо просто принять. понимаете, это одно и то же. Допустим, смотрите, гневливость у мужчины и обидчивость у женщины, это одно и то же. Допустим, если женщина рождается мужчиной в следующей жизни, она очень обидчивая по природе, то в следующей жизни она становится грубой, гневливой в мужском теле. В женском теле она обидчивая, и она говорит, обидчивая, это хорошо, а грубость, это плохо. Она, допустим, говорит. В этом случае она заблуждается, потому что это одно и то же. Понимаете, как хитро все устроено? Теперь у меня к вам вопрос, а можно ли увидеть свои недостатки в глазах мужа? То есть, вот в лице мужа, вот муж как бы, вот мой муж, можно ли увидеть свои недостатки мужа? Какой ответ? Как это сделать? Да, с позиции разума это можно сделать, первый вариант. Второй вариант. Это с позиции разума, да. Правильно, страшная позиция такая. Вот меня одна женщина спросила, Олег Геннадьевич, пожалуйста, скажите мне, какой бы я была, если бы я была мужчиной? Я говорю, вы уверены, что вы хотите об этом знать? Она говорит, да. Я говорю, приготовьтесь к неожиданному ответу. она такая, уже напряглась такая. Я говорю, такой же вы будете, как ваш муж. Она такая, был шок. Точно такой же, как муж? Представляете? Может, чуть другой? Нет, точно такой же. Имеется в виду его отношение к вам. Потому что некоторые люди замечают, когда по нескольку браков, они замечают, что человек в следующем браке ведет себя совсем иначе, чем в этом. Он другим, как будто бы, становится, как будто его поменяли. А это на самом деле не человек и ведет себя. Мы играем в чужие игры в этом мире, понимаете? Мы ведем себя так, как положено вести моим близкому человеку. И он меня воспринимает вот таким человеком, хотя я чувствую, что я немножко другой. Понимаете? Или нет? И это значит, что вот каким ты мужа как бы воспринимаешь, такой ты будешь и таким мужчиной ты можешь стать в следующей жизни. С этой точки зрения нет смысла обсуждать, кто лучше и кто хуже. Понимаете? Это бесполезное занятие. Пустая трата времени. Это колоссальное такое знание. Если человек осознал его, то сначала тяжело жить становится, потом легко. Потому что небо не в чем обвинять человека. Не в чем обвинять. в чем интересно знать, что мужчины, они изначально принимают на себя страдания всей семьи. вот само собой как бы в их психике скапливается карма жены, детей, то есть берут груз жизни на себя на тонком плане. А женщина берет на себя изначально чистоту семьи или ее совесть. женщина, она отвечает за чистоту семьи, это так устроено в этом мире. То есть она чувствует, когда правильно, когда неправильно мы идем в жизни. Она берет на себя это изначально. А мужчина, он изначально берет на себя тяжесть жизни в семье. В нем эта тяжесть скапливается. Ну, допустим, муж начал спиваться. Это значит, что он тяжесть жизни не выдерживает. Или, допустим, женщина начала в истерике входить, то есть она плачет все время. Это означает, что она не выдерживает возможность сохранить чистоту в семье. Понимаете? Интересно знать, что когда женщина не выдерживает возможность сохранить чистоту, то муж спивается. Если женщина содержит чисто, семью в атмосфере чистоты, в духовной атмосфере, то означает, что муж не сыпьется, потому что у него совесть снаружи. Совесть это энергия женская, женская природа. То есть, если женщина позволила, что в доме нет Бога, нет алтаря, а эта женщина не присуща с жизни, с рождения, она чувствует, что нужна духовность. Она позволила, что в доме нет алтаря, нет молитвы, в доме нет святости, значит, тогда тяжесть жизни скапливается на мужа. Что получается? Ломается и спивается. Кто страдает от этого? Все страдают. теперь, мужчина должен стремиться к борьбе за свою судьбу. Он должен не ленивую жизнь вести, а аскетичную. Если мужчина не совершает аскезы, тяжесть жизни семьи не преодолевает через аскезу внутреннюю, то тогда в результате женщина теряет чистоту, потому что она находится в постоянном беспокойстве. Когда в семье жизнь тяжелая становится, женщина у женщины мутится разумом. Она не может чисто воспринимать события, она начинает паниковать. Видите, все завязано, то есть, если женщина не ведет чистую жизнь, мужчина не может нести свой груз. Если мужчина не несет свой груз, женщина не может вести чистую жизнь. Все завязано и все как бы идет куда? туда, куда мы его направили. Потому что поймите такую вещь, что есть два способа жить в этом мире. Да, мы не описали мужскую природу. Мужчина по природе он стремится к развитию, стремится к победам, к достижениям. У него твердый характер. Это означает, что психика устойчивая, она неподвижная, она стоит на месте. То есть у мужчины психика стоит на месте, у женщины двигается постоянно. У мужчины есть возможность сосредоточиться и достигнуть своего, у женщины нет такой возможности. Женщина стремится к стабильности, мужчина стремится к изменениям. Мужчина меняется в лучшую, женщина остается такой, какой была. Поэтому Бог женщине дал чистоту от природы, ей не надо ничего улучшать, ей надо сохранить себя. Женщина сохраняет себя, мужчина меняет себя. Мужчина должен спать на твердом, жить аскетичной жизнью, обливаться холодной водой, победить себе желание наслаждаться женщиной. Он должен стремиться к знанию, означать к Богу, он должен заниматься духовной практикой, он должен победить себе вредные привычки, он должен победить себе стремление к ленивой жизни, он должен постоянно трудиться. Женщина должна трудиться над чистотой жизни, а мужчина должен трудиться над жизнью. То есть он должен побеждать жизнь, должен работать, Он должен работать в трех направлениях. Он должен добывать средства на жизнь, он должен, это второе направление, первое направление, он должен очистить свое существование, победить в себе незнание, суд и душа, то есть он должен духовной практикой заниматься, это самое первое, что он должен в жизни. На втором месте его долг перед семьей, это труд, работа, чтобы семья занимала устойчивое положение. И третий долг, это долг сделать так, чтобы жена была счастливой, и семья была счастливой, дети были счастливыми. Это означает оставить свою мужскую природу и вступить в гармонию с женщиной. Смотрите, то есть с одной стороны мужчина должен побеждать, означает это волевые усилия, и жесткость такой, внутренний жесткий стиль, да, но в отношении с женой надо быть очень мягким при этом. Не жестким таким же, стоять, молчать, говорить нежно со мной. Ну то есть, все наоборот. То есть это третий долг мужчины, смотрите, первый долг, он занимается духовной практикой, очищает свое существование. Второй долг, он зарабатывает на семью, потом приходит домой, выполняет третий долг. В семье ведет себя как ягненок, то есть он очень нежно, мягко разговаривает, общается, как будто бы в нем нет вот этого всего силы, устойчивости, устремленности. Интересно знать, что если мужчина не выполняет первый долг, то есть не стремится к духовной жизни, то в результате он не развивается как личность, он не может занять более высокое положение в обществе. Каким ты был, таким ты и остался. Это означает, что духовно не развивается человек. Каким был, таким и остался, ничего не меняется. Вот это правильный женский вопрос. Как помочь? Потому что женщина, женщина веда называет женщину шакти, шакти означает энергия или способность помочь. А мужчину называют пулуша, то есть это тот, кто сам должен меняться. Кому надо помочь? Поэтому для женщины духовная жизнь означает молитва за то, чтобы помочь. А мужчине духовная жизнь означает молитва за то, чтобы сделать. Но каждый должен своим делом заниматься. Женщина должна молиться, чтобы у мужчины все поменялось в жизни. И в этом она отношения с Богом строит, таким образом. Но если она это делает для себя, чтобы мне лучше было жить, тогда у нее ничего не получится. Но сам вопрос задан для себя. Я как-то одну женщину спросил, она говорит, ну зачем вы хотите, чтобы муж не пил? Она говорит, ну как зачем, чтобы мы нормально жили. Так это означает для себя. Я говорю, а вам-то интересно вообще, кто он такой вообще, что он за человек? Почему он пьет? Ну потому что ему хочется, поэтому он пьет. Не факт, моя хорошая, не факт. Видите, когда человек эгоистически настроен, женщина хочет счастливой жизни. И поэтому она молится за мужа, что он не пил. Ничего не получится. Молитва, направленная в сторону эгоизма, не работает, потому что Бог не имеет эгоизма. Ему не интересна такая молитва. Ему интересны бескорыстные отношения. Поэтому надо изучать, что такое жизнь. Веда объясняет, что есть два направления жизни. Одно направление — это иллюзия, когда человек живет теми идеями, мечтами, которые не приводят его ни к чему вообще в жизни. Просто пустая жизнь, пустая жизнь. Как протекает пустая жизнь? Человек живет тем, что показывает ему мир. Вот мир показал ему, допустим, на работу надо устроиться, и он этим живет. Мир показал ему, дом надо купить, и он этим живет. Ребенка надо воспитать, и он этим живет. Это называется пустая жизнь в иллюзии. Знаете почему? Знаете почему пустая? Потому что если бы мы вот взяли просто и не думали об этом, то было бы то же самое. Приходит время, рождается ребенок, приходит время, строится дом. Приходит время, человек идет на работу. Приходит время, он помирает. Ну, тело помирает. Все. Ради чего живем-то? Ради того, что уже делается само собой. Веды говорят, что это делают силы природы, все эти вещи. Человек не может раньше времени заработать больше денег. Приходит время, он зарабатывает. Не приходит, не зарабатывает. Невозможно. Желание заработать больше денег не увеличивает количество денег. Как некоторые думают. Я хочу больше заработать, значит, будешь больше денег. Нет, это не работает, если мы так. Потому что больше денег становится от благочестия человека. Теперь, что такое благочестие? У нас внутри есть хорошая судьба, есть плохая судьба. Как действует хорошая судьба? Хорошая судьба, она соткана из поступков бескорыстных. Допустим, я хочу добро творить людям. У меня увеличивается благочестие, значит, судьба для меня творит добро. Я хочу что-то делать для себя, то судьба, мое благочестие тратится от этого. И способность иметь становится меньше. Теперь вы скажете, но по факту-то происходит все наоборот. Если человек стремится к деньгам, он становится богатым. А если человек не стремится к ним, то тогда он и становится богатым. Так? Вот смотрите, интересно знать, что есть природа человека, допустим, природа человека зарабатывать деньги. Это его природа. Он там, в этой сфере живет. Там просто протекает его жизнь. Это одно. Но если в этой сфере он очень сильно устремлен к деньгам, он не может от них оторваться. Он слепнет от них. Вот представьте, человек очень сильно хочет денег. И ему показывают бумажку. И он как осел за ней идет. Он заработает, нет? Его самый простецкий бизнесмен обдурит. И он потеряет все. Почему? Потому что он сильно хочет заработать. Вот интересно знать, что когда бизнесмен действует по своей природе, он трудится, но цели у него благородные в сердце. Это дает возможность не привязываться к деньгам. Означает, он трезво заключает сделки. У него четкое понимание, с кем заключает, с кем нет. Но если у него картинка сильно заплыла, вот желанием иметь деньги, все рушится тогда в его жизни. Видите, стремление чрезмерно к деньгам делает человека нищим. Если вы хотите посмотреть, кто больше всего хочет денег, идите на улицу и посмотрите. Люди, которые на улице стоят вот так вот, руку тянут, они больше всего хотят денег в жизни.